Защита трудящихся и социальное партнерство в стенах Тверского медицинского университета состоялся пленум профсоюза работников здравоохранения региона. Участники мероприятия обсудили зарплату врачей и младшего персонала, а также дополнительные выплаты. Подробности у нашего корреспондента. Одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос социального партнерства. В частности, речь шла о недостаточности медицинских кадров в учреждениях здравоохранения. Как отметил председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников, этот вопрос неоднократно обсуждался на разных уровнях. И сейчас президентам даны соответствующие поручения, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. И первые шаги уже предприняты. Одно из самых основных поручений, которое в этом направлении сделано, это выравнивание заработной платы. Потому что сложилась такая ситуация, что в Москве, например, в Московской области и в Твери, вот всего лишь навсего разделяют по новому шоссе, по новому шоссе замечательному, всего лишь навсего час езды. А с другой стороны, получается, зарплата может различаться в 3-4 раза. В результате возникает маятниковая миграция, работники переезжают из одного региона в другой, работают там. Кроме того, чтобы уменьшить кадровый дефицит профсоюзам, разработан вариант социального партнерства, который представляет собой взаимодействие между работодателями, профсоюзами и государством. Сейчас мы стоим на пороге обсуждения этого отраслевого соглашения. Сейчас разрабатываются критерии этого отраслевого соглашения. Сейчас идет активная фаза обсуждения, когда обком предлагает свое, когда Минздрав соглашается или не соглашается с теми преференциями, которые могут выплатить. И в результате они должны прийти к какому-то определенному соглашению. В Тверской области уже началась работа по выравниванию заработной платы сотрудникам здравоохранения. Так, до конца года планируется увеличить оплату труда работникам скорой медицинской помощи. У нас есть уже поручение губернатора о выравнивании заработной платы первого этапа. Это работников скорой медицинской помощи, которые мы уже сейчас выполняем. И к концу года это поручение будет исполнено. И у нас уровень заработной платы работников скорой медицинской помощи по всей области, он уже будет приближаться к уровню города Москвы и Московской области. На встрече отметили вклад всех медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса. А студентам-волонтерам, которые наравне с врачами работали в красной зоне инфекционных госпиталей, вручили специальные награды.